У нас голосование было запущено в конце предыдущего часа по поводу ипотеки долларовой. Должно ли государство решать эту проблему? Как вы сформулировали простить эту ипотеку, пересчитать? Как было правильно? Ну, пересчитать на этот день, если бы они брали в рублях по тогда текущему курсу, посчитать, сколько они заплатили, должны были бы платить, если бы в рублях каждый месяц, сколько они реально заплатили в пересчёте в рублях каждый месяц за общую сумму, и подадить итоги. Но я сказал о другом. Должно ли государство им помогать? Или не должно государство им помогать? Об этом речь? Вот первый вариант. Должно государство помогать. За этот вариант проголосовало 13,5% слушателей. И второй вариант. Нет, не должно помогать. 87%. А с нами в этом часе Семён Аркадьевич Бурдасаров, директор Центра изучения страны Движнего Востока и Центральной Азии. Здравствуйте. Здравствуйте. Красавец наш. Спасибо. Наш эксперт. Мы сейчас долго решали, по поводу чего будем вести разговоры. Ты знаешь, я каждый раз стою в Семене Аркадьевиче, я чувствую себя очень виноватым перед страной. Не здесь должен находиться Семён Аркадьевич, а на государевой службе. Нет, мне уже 7-10 раз прошло. У нас таких экспертов единицы в нашей стране. И когда человек такого уровня не востребован государством, я сразу себя чувствую, знаешь, что-то виноватым. Мы как-то сидели на пархе дачи Юрия Дмитриевича Маслюкова, мы уже когда с правительства ушли, он говорит, всё, единственное, я жалею, что ты не используешь себя, я говорю, Юрий Дмитриевич, ну что вы, спасибо и так, мы и так сделали с вами то-то, 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 он говорит. Да, и, наверное, родились мы не там, в Ферганское долине, в Таджийской, в Юмор превратили бы это. Ну, тогда я ещё был относительно молод, сейчас тем более. Ну, сейчас, видишь, они создали, государство создало агентство по делам национальности. Посмотрим. Знаешь, я скажу по опыту. Значит, я работал в министерстве по делам национальности советником министра. Значит, у Михайлова, да, там, ну, было у меня, там ещё много чего. Значит... Вечеку сделать, это просто вредно, это лечебно. А, нет, нет, спасибо. Я просто скажу, не дай бог, потому что, значит, у тебя проблемы... Да, нет, это водичка, ну, свет какой-то, чёрный, совсем чёрный. Да, это опасно. Значит, я тебе скажу, агентство создали хорошо, но оно не будет эффективным. Объясню, почему. Даже когда было министерство, проблема была в том, что к этому министерству относились как к министерству третьего сорта, да, то есть ни к чему не обязывающе. Его рекомендации никто не смотрел. Как говорил один из вице-премьеров, Серов Черноморенко, так, есть министерство финансов, министерство... и всё остальное прочее, да, там. То есть отношение такое всегда было. И что оно сможет делать? Для того, чтобы решать межнациональные религиозные проблемы в стране, должна быть очень большая власть. Это должно быть не агентство, должно быть даже не министерство, это, допустим, должен быть вице-премьер в правительстве одновременно, замглава администрации президента, наделённый большими, огромными полномочиями, потому что этот вопрос, это вопрос национальной безопасности, он крайне важен. А не просто вот что-то делать, у нас концепции-то полной-то нету по национальной политике. То, что есть, это лишь один из аспектов такой просветительско-культурного плана, да. Поэтому, ну, я как-то очень критически отношусь к такому агентству, не думаю, что он даст эффект. А этот вопрос для нас очень важен. Это вопрос важен. Слушай, смотри, Фридман честно всё рассказал про то, что, как видят американцы, мы пытаемся предпринимать разные усилия, чтобы как-то разорвать это кольцо, санитарный кордон, который против нас выстраивает. В Гагаузе победила пророссийская политика Приднестровья, так просто конфликт не разморозить, как бы Порошенко не кудахтал там, ну, это смешно. Вообще, Порошенко, рассуждающих о проблемах Приднестровья, это, ну, вежливо говоря, уже анекдот. Мне тут Борисовна говорит, а вдруг как же, как мы сможем помочь? Говорю, ну что, у нас и Калининград, отурованная территория. Да, Анклав, да, ещё. И Крым Анклав. Когда? Пока в Астане Анклав. Ну, конечно, то есть, ну, ничего-чего, а понадобиться сможем. Но как ты считаешь, вот, например, то, что у нас пошло такое сближение с Турцией, а турки вдруг раз и заявили, что они резко против того, что произошло в Крыму, и ещё выражают озабоченность по поводу положения крымско-татарского населения? Ну, во-первых, значит, Эртоган очень своеобразная фигура, я к нему большому уважению отношусь, сильный политик. Он исходит из того, что вот выгодно с Россией сотрудничать в экономической области газ, станция Вакуи, которая строится на российские деньги, 20 миллиардов долларов, так, между прочим. А возврат денег начнётся, там, 4, значит, и агрегата, значит, этих ядерных, да, реактора, извиняюсь, значит, по 15 лет. Вот через 15 лет начнут денежки возвращаться, а через 60 лет, говоришь, мы что-то заработаем. Ну, чем не выгодно взять у России 20 миллиардов, да, которые она построит тебе? Значит, наше интересное для них тоже в плане и фруктов, и овощей, и рыбы, и так далее. И он с нами сотрудничает. В то же время в Турции существует, в общем-то, политика неосманизма, то есть восстановление влияния Османской империи. Крым, они считают, что это вот один из, значит, таких важных объектов, на которые они хотели бы распространить свою неосманизм, эту идеологию неосманизма, да. Когда Крым был в составе Украины, это было им выгодно. Почему? Украина слабое государство, да, по сути, никакой политики в Крыму не проводило. И там был расчёт, даже называлась дата ориентировочно, значит, с 2030 по 2050 год в результате, там, демографических изменений, в результате работы Турции в Крыму, они считали, что Крым вернётся в состав Османской империи. Это особенно никто не скрывал. И вдруг Крым возвращается в Россию, в своё законное место, да, и приходит сильная Россия, наконец, другой момент. Ну, давай вещи назвать своими именами. До того, как Крым вернул в состав России, кто доминировал на Чёрном море? Чей флот? Военно-морские силы Турции, которые кратно происходили, Черноморский флот, сейчас и в огневой мощи, да. Модернизация нашего флота в Крыму была затруднена по понятным, известным причинам. Сейчас таких затруднений не будет. То есть, военно-морской флот, Черноморский флот конкретно Российской Федерации, будет самым сильным флотом, каким он раньше был столетиями, на Чёрном море. И это, конечно, не устраивает Турцию. Ну, и потом, значит, есть какие-то другие интересы по Украине. Хотя, меня вот удивляет, вот эта подачка нищенская, 50 миллионов долларов на бюджет и 10 миллионов на гуманитарную помощь. Ну, над чего дошло руководство Украины? Потом, правда, выясняется, что 50 миллионов долларов Порошенко только в банке у Коломойского есть, своих денег, да. Ну, то есть, вот, понимаешь, дай копейку, и потом делай, что хочешь. Меня больше настораживает то, что господин Артаган сказал, что Турция, член НАТО, и она отвечает за безопасность в воздухе и на море, в Черноморском бассейне. Очень такое заявление, да, там, прямо скажем, смелое. Ну, во-первых, теперь, когда мы, Крым, в составе Российской Федерации, наш флот будет там мощнейшим, да, я хотел бы напомнить Артагану, а все это Турции, а целый ряд воин, которые были между Россией и Турцией, более 30 воин, во всех войнах побеждала Россия. Хотел бы напомнить о Сенопском сражении знаменитом, чем оно закончилось. Хотел бы напомнить, мне не знаю, известном моменте, когда черноморский десант, десант Черноморского флота в Первую мировую войну высаживался и брал исконно византийский город Трапезун на Черном море. Ну, давай вообще начнем с того, что если бы Первая мировая война под воздействием большевиков не понеслась бы совершенно в другом историческом направлении, то Босфор и Берданеллы... Было бы Российским, и сам был бы Константинополем. Да, то есть, и в этом, кстати, была давняя мечта Российской империи. Это так называемая идеология византизма, во время Ивана Грозного. А этим я хотел бы напомнить, что вообще больше всего по времени Крым входил в состав Византийской империи. А Российская империя правоприемница Византийской империи, Советский Союз, соответственно, Российская империя, а Российская федерация, мы правоприем. То есть, всё, что входило в состав Византийской империи, это наше. Ну, наконец... Бросси, я проясаю, что Египет тоже. Ну, Египет очень рано отошёл от Византийской империи. Давай посмотрим. Ну, а почему бы и нет? Если с этим Чёрное море – это внутреннее море Российской Федерации, как и Средиземное море. Я сейчас к этому случайно приведу. Но Константинополь... Мы договоримся до включения как Османская империя, так и Римская империя. А Константинополь – это ещё более... Я тебе больше скажу. А Сан-Франциско? Это наше романтическое место, потому что где мы... Извини, я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не видишь. И как... Всё. Наше сердце, наша романтика в Сан-Франциске. Ну, это уже, извините, вы притягиваете. Аляшка, когда ему многое что себе отморозили, поэтому... Тем более, там уже есть русские города Краснодар, что мне нравится уход твоих мыслей. В отличие от всех мест, византизм в России был столетиями. Я хотел бы напомнить, что вообще-то Иван Грозный – это и есть родоначальник великого российского государства и Российской империи. При нём российское государство выросло в 32 раза. Ни Екатерина II, ни Сталину вместе взятыми такое даже близко не снилось. А почему? Да, очень просто. Я хотел бы напомнить про его бабушку, Софию Палеолога, и про его дедушку, Константина Палеолога, последнего императора Византийской империи. Видать, гены у него в крови не давали, ну, честновато ему было в московском государстве. Ну, хорошо, давай тогда пойдём, если по линии крови, тогда вся Норвегия должна быть наша, все, в общем, территории викингов и нормальных. Меня не интересует Норвегия. Меня интересует Чёрное море, Сидезельное море. В том плане, что мы сейчас, в конечном итоге, заберём всё. В идеологическом плане это должно быть и тут тоже. Наш народ должен чётко понимать, что мы великий народ. Мы великая российская нация. И только страна Хань легко вздохнула, сказав, Китаю предхождение, ну, скажем, Пекин не брали. Хотя, фу, идеология марктизма и ленинизма. Да, поэтому тут Эртаган, говоря о крымских татарах, ну, крымские татары такие же граждане российских, как и мы все. Конечно. Значит, в Крыму крымский татарский язык признан государственным языком, да, они пользуются всеми правами. Извини меня, а в Турции живёт больше крымских татар, чем в Крыму, но они не называются крымскими татарами даже. Их надо освободить. Так, до недавнего времени, ты зря иронизируешь, Анна. Значит, до недавнего времени у них там существовал 301-й закон, запрещающий ставить под сомнение наличие турецкой нации. Все были турками. Если ты говорил, я не турок, под ручки их в тюрьму тюрьмы. Сейчас, слава богу, отменён, да? Но даже сейчас крымские татары в Турции не называются крымскими татарами, они называются крымскими тюрками. Так скажи, где им более хорошо живётся? В Российской Федерации или в Турции? Да, конечно, в Российской Федерации. Поэтому, может быть, нам, наоборот, озабочиться состоянием крымских татар в Турции тогда, исходя из этого. Ну и, например, какое бы государство ни говорило о защите каких-то национальных и религиозных мужчин, но только не Турция. Слушай, через 2-3 недели будет столетие геноцида, который называют, я считаю, неправильно, но мне трудно увеличить, что я антиармянское настроение, я антинический армянин, да? Но, извини меня, это не геноцид армян был. Это был геноцид христиан и езидов. Сколько убили? Полтора миллиона армян, миллион малазийских греков, 370 тысяч понтийских греков. Кстати, в Крыму тоже когда-то жили понтийские греки, которых потом переселили, они основали Мариуполь и так далее. И сейчас их потомки называют азовскими греками. Там воюют в ополчениях, так, между прочим. Значит, от 750 до 800 тысяч ассирийцев, 500 тысяч езидов и 200 тысяч русских, русских молокан, которые жили в районе Карса. Карс был возвращен, как известно, в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годах. Мы все знаем ошибки и так далее на Балканах. А про это мало знаю. Когда Кавказская армия под руководством Михаила Торректоровича Лавровича Меликова освободила этот город. Не будем говорить, но он тоже был армянин. Карабахский даже. Да. Во вследствие министр внутренних дел и руководит диктаторской комиссии про Александра Второго. Автор реформы Александра Второго. Такой был, товарищ. Значит, это же было так. И что? Это почти 4,5 миллиона человек. А недавно Башар сказал, что в эти же времена в Сирии было убито 500 тысяч православных сирийцев. Потому, что в этот момент, что турки за это никогда не повинились. Никогда. Ни в чём. Так, отдельный момент. Эртаганская армия, как бы так, оно в песок ушло, ничего не решалось. То есть, было убито огромное количество людей. Было уничтожено огромное количество материальных, духовных ценностей. Так, по некоторым данкам, только из города Диар-Бакыр, это сейчас город, где в основном курды живут, а тогда жили в основном армяне. Это бывший Тигранакер, основанный Тиграном Вторым Великим ещё с лишним тысяч лет назад, было вывезено только церковный утварь, золотой и серебряный, 35 тонн. То есть, ограбление было массовое и ужасающее, уничтожалось всё. Но характерным моментом является, когда мы говорим о Византии, мы говорим, что эти народы, это были византийские народы. Это народы, которые, особенно греки, армяне и сирийцы, и савры, но и савры в то время полностью уничтожили, хотя в Византийской империи была целая и саварийская династия. Они, в общем-то, составляли основу Византийской империи. Я недавно захожу в церковь и вижу, написано, собирается группа, ну как, не знаю, можно ли на туристической группе для поездка к Каппадокию. Паломническая, наверное. Паломническая, не знаю, может, паломническая. Слушай, ну что такое Каппадокия? Каппадокия – это в истории христианства колоссальный уровень сыграло. У нас на гербе Российской Федерации изображён Георгий Победоносец. Это реально живущий человек, уроженец Каппадокии, офицер Римской армии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это территория, которая дала христианству невероятно огромное количество отцов церкви, как православных халкидонского обряда, это русско-православная церковь, и нехалкидонского православного. Поясняю, что это такое, чтобы было понятно. Слушайте, в 451 году н.э. состоялся Халкидонский собор. Часть церквей – это речь шла, а что есть Иисус Христос? Это божественное начало, человеческое начало и так далее. Часть церкви признала этот собор, и в том числе сейчас это гре... Раньше было 15 автокефальных церквей, сейчас, честно говоря, даже не знаю, может, 20 после распада СССР и распада Югославии, да? В том числе русско-православная церковь. Вселенский патриарх Варфоломей, который живёт до сих пор в Константинополе, извиняюсь, в Стамбуле, ну, скажем так, прямо как не очень... По целому ряду ограничений, да? И есть те, кто не признал Халкидонский собор, это называется православный нехалкидонский обряд. К ним относятся Эфиопская Копская церковь, Индомалабарская церковь, Сиро-Яковицкая церковь, Армянская Апостольская церковь и Православная церковь Эфиопии. Вот это, да, там... Так вот, значит, и той церкви, и той церкви родилось свыше ста, свыше ста богословов выдающихся. Наряду с Георгием Побеносцем, это Василий Великий, один из величайших богословов, выдающийся лично Иван Заллатоуст. Это патриарх Константинопольской церкви, который, может, мало кто знает, несколько раз император пытался снять и казнить, потому что он обличал их там в разврате, в хищении, значит, императрицы, его снимали, хотели казнить люди. Он выступал перед Константином, перед людьми, огромная толпа собиралась, император Страха возвращал снова на престол императрицы, он был выдающийся лично. И вот таких людей масса родилось. Значит, именно здесь находятся выдающие церкви, разрушенные. Вот тут есть известные подземные города, где жило по 20-25 тысяч человек, и там есть подземные церкви, где уникальные фрески христианские, да, и так далее, и так далее. То есть, это богатеющее место. Но я вот задаю вопрос, ну, поедут наши православные люди, они должны спросить гида, который будет войти в Константинопольской церкви, а где христиане-то, собственно? Куда они делись-то? Ну, покажите мне хоть одного христианина. А, нету. Потом жирное пятно было поставлено, кровавое пятно, в ходе геноцида 1915-1923 года. Было, значит, убито оттязь, значит, по так называемой программе переселения, переселена в Грецию по дороге, которых тоже убивали, да? А там жило вот такое смешанное население, оно было практически всё христианским. Вот что такое геноцид 1915-1923 годов, да? Это колоссальное уничтожение всех, кто бы не вписывался в какие-то рамки. Зачастую турецкая пропаганда, кстати, в учебниках турецких пишут, что христиане были предатели. А поэтому они выступили на стороне оккупационного режима, как-то, кто под оккупационным режимом понимается, да? Российская имперская армия. И поэтому они заслужили того, что они заслужили. Вот заслужили все убивать женщин, детей, стариков. И мы задаём вопрос, а почему, в конце концов, христиане и езиты, кстати, поддержали русскую армию-то? Ну, слушай, во-первых, это был не первый геноцид. Он периодически проходил на территории Османской империи, геноцид 1895 года, геноцид 1912 года в Сирии, когда маронитам отрубали голову в церквах на алтарях, уничтожили огромное количество христиан-маронитов, да? То есть, это было, в общем, достаточно длительное время. Во-вторых, христианская армия рассматривалась в Османскому как рая, скот. То есть, в судах даже не могли выступать в свою защиту, да? То есть, так как их хозяйства были более, скажем так, продуктивные, то считалось нормальным, когда кто-то нападёт, отберёт, ну, отобрал. Ну, что ж, ты радуешься, что тебя не убили? Президентно, так это было. Российская империя в то время рассматривалась как государство наследник Византийской империи. А генетически эти народы помнили, что они были во времена Византийской империи, коренные народы этого времени. Это не пришло, они жили там тысячелетиями, эти народы, да? Там произошёл их этногенезис и так далее. Поэтому они тоже это видели. Они видели, что Российская империя на Балканах принесла свободу, в конечном счёте, грекам, болгарам, сервам. Естественно, они поддерживали российскую армию. А как? А кого они должны были поддерживать? Они должны были поддерживать тех, кто их убивал и жесточайше он рассимилировал, или тех, кто нёс им свободу? Они поддерживали российскую армию. Кстати, российская армия повела себя очень-очень хорошо во время, с точки зрения помощи этим народам, когда начался геноцид. Ну, во-первых, открыли фронт. Юденич, Николай Юденич дал команду открыть фронт. Во-вторых, всем, когда беженцы проходили через фронт в глубину российской территории, им выдавалось денежное пособие, разрешение на право селиться. Вот сейчас тоже очень внимательно, как делалось тогда. Война идёт, первое мировое право селиться на всей территории Российской империи, то есть никакого там времени, как сейчас эти мудрые такие вещи. Пожалуйста, вот тебе документы, ты можешь селиться где угодно, от Камчатки до Петербурга и так далее. И все они переправлялись. Мало того, Юденич дал команду на проведение целого ряда войсковых операций с точки зрения защиты на их христианское население. Так, например, русская армия находилась где-то 70-80 километров от города Ванна. Это озеро из такой Ванна. Там подняли восстание христианское население против Османской империи. Это осирийцы и армяне. Чтобы помочь им, Юденич, не согласовывая с Санкт-Петербургом и Стифлином своё решение, дал команду на прорвать турецкий фронт и идти им на помощь. В результате чего русская армия оказалась на 100 километров в глубине Османской империи. Значит, помогали христианское население русской армии? Да, помогало. А как иначе-то было? Я приведу такой пример. Когда корпус генерала Боратова осуществлял боевую операцию на огромном участке фронта от Туркестана, можно представить, и до озера Ванна, чуть до иранской территории, сюда, чуть от озера Ванна километров 300, то у них разведчиками и участвовали в их формировании были осирийцы, армяне, езиды, да, были. Всё это было. Мало того, когда турки решили направить один из корпуса, нанести по левому флангу корпуса Боратова удар, так этот корпус не смог вступить в бой, потому что ему в тылу были разорваны все стреловые части в оставшем христианском населении. Кстати, среди тех, кто готовил христианских вооружённых формирований, были известные фигуры. Можно я назову одну из видов эмоций и отрицательную? Тогда была Первая мировая война, а не Великой Отечественной войны. Это барон фон Унгерн, хорошо известный всем, и атаман Шкуров. И они все очень хорошо отзываются о христианских этих... Они готовили стрелков из них, отряды, и те в тылу вывывали хорошо. Из рядов езидов вышел Джангир Ага, это командир полка, как он, полка езидов. Георгиевский кавалер награждён целый рядом других наград. Полковник имперской армии. Они очень активно помогали, так сказать, да? И а что они должны были делать? Они должны были сказать, так, а что вы пришли? Я скажу такой известный момент, что перед началом войны было ясно, что боевые действия на Кавказском фронте будут разворачиваться на территории, скажем, так называемой Западной Армении. Историческая, по-моему, это большая территория очень, да? То, естественно, турки заинтересованы больше, чтобы их поддержало местное население. Им хватило наглости соврать в разруме, ну, скажем так, авторитетных людей из армянского населения, так как они стали большинство, и обратиться с ним, просьба, чтобы, давайте, ребята, вооружайтесь и против русских начинаний войны. Было отказано. Это даже в голову никому не могло прийти, чтобы взять и противодействовать, значит, русской армии. Одновременно император России, царь Николай II, прибыл в город Тифлис, где он собрал большое количество авторитетных людей, в том числе господа Леонозова, Монташевых, это крупные нефтенопромышленники, да, и так далее. И так Тифлис тогда был центром всей Кавказской губернии, как Южного, так и Северного Кавказа. И обратился тоже с помощью, помогите. Так эта помощь была не просто воспринята положительно, а очень положительно. Ну, сейчас после новостей я продолжу. Да, и, кстати, те, которые продолжают присылать сообщения в поддержку государства валютной ипотеки, не смешите меня. Во-первых, вы все присылаете с новых телефонов, это значит, что пошла рассылка среди сообществ валютных, давайте проголосуем, а главное, мы уже подвели итог. Поэтому не тратьте ваши деньги, все ваши сектантские усилия никчемны. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров. Ты как-то так это произнесла, трагически. Да, вот такие речи произносят, духоподъемные. Народ, Ваш собеседник, как всегда, великолепен. Спасибо. Мог бы он посоветовать книги по теме дням? Может, список у вас или у него где-то выложен? Хочу почитать и рассказать детям. Спасибо. Мне кажется, Семен Аркадьевич начнёт перечислять источники, это займёт лет 20. Я скажу, что, например, для того, чтобы понять, почему всё это происходило, надо изучить очень хорошую историю Византийской империи. И там, может, будут ясно такие вещи, которые, я думаю, многие не понимают, что на самом деле происходило. Вообще, я считаю, в наших школах надо изучать историю Византийской империи. Очень серьёзно. Конечно, всё-таки из Византийской империи пришло православие, христианство, Россию. И оттуда пришёл тот алфавит, который создали два великих грека, Кирилл и Мефодий, и много чего другого. И мы наследники, действительно, этой Византийской империи. Теперь, вот почему всё-таки называют... Вот в мире устоялось мнение, что это геноцид только армян, а не всех остальных. Это, как я сказал, геноцид христиан. Ещё никакой мере не отменяет и геноциды армян. Нет, конечно, нет. Дело в том, что впервые факт геноцида армян был признан в Уругвайе, маленькой латиноамериканском государстве, где было сильное армянское такое присутствие. Это произошло в 1965 году. Ну, и второе, значит, после того, как свершился геноцид, где-то уже в 1922-1923 году ряд политических партий армян собрались и решили уничтожить всех тех, кто организовал геноцид. Был составлен список из 41 человека, естественно, возглавляемого младо-турецким триумвариатом о главе с Талат Пашой, Джамаль Пашой, Эйнвер Пашой. Значит, было решено их всех убить. Ну, вынести как бы. Была операция «Возмездие» называлась. В течение двух-трёх лет они все были ликвидированы. Талат Паша был убит в Берлине. Кстати, тот, кто его ликвидировал, затем немецким судом был оправдан. Не потому, что он не убил, нет, если он убил, но после опубликования тех фактов. Джамаль Паша был убит в Тифлизе, и самое интересное, как был убит Эйнвер Паша, это военный министр. Значит, Эйнвер Паша бежал в Средний Азис, да, тогда же, и решил объединить всех басмачей в борьбе с Советской Россией. Но он был убит в Памире, где много раз мне приходилось быть в ходе столкновения. Вот может, это судьба, может, ещё что-то, с войсковым формированием, так называемой, первой особой туркестанской бригады, которым командовал этой бригадой Яков Аркадьевич Милков, этнический армянин, кто знает и изучал историю борьбы с басмачей, это нас Лорен Саровицкий, впоследствии, кстати, замкомандующего Туркестанского фронта, его сами басмачей уважительно назвали Якуб Тура. Но он был убит в ходе этого боевого столкновения. Знаешь, это я каждому говорю, вот всем воздастся по... Вот такие странные вещи происходили. Последнее, что видит в своей жизни антисемит, это будет доброе лицо еврейского врача. Слушай, можно я скажу по поводу антисемитизма? Мне вот это тоже, вот эти фобии зачастую непонятные. Владимир, извини меня за откровенность. Когда человек носит крест, и он антисемит, я не понимаю это, вообще непонятно. Я всегда забываю, а как, интересно, звали нашего Господа Иисуса Христа до того, как апостол Павел определил, что он Иисус Христос? Да, вот я много раз в этой студии говорил, например. Ну, что, как-то звали, правильно, да? Ну, как, вот, Анна, как звали? Вот я не знаю. Вот, я скажу, Иоашуа бен Иосиф, так, промежепрочем. Ага, ну, в этом смысле. Ну, это можно предположить, но он просто настоящий. А как звали? Ну, абсолютно просто, совершенно верно. Иоашу, сын Иосифа. Да. Так его и звали. Да, назаритянин, для уточнения. А мама его была из царского рода иудейского, рода Давидова, богородица наша. А 12 апостолов я не хочу комментировать. Это ужасно. Все, это страшно. Я понимаю, что кому... Еврей на евреи, и евреям погоняют. Не только Иуда, как думают многие, вы, и все с собой. И не только ближний круг. И апостол Павел, который не был, и так далее. Ну, извини меня за откровенность. Ну, если ты антисемитист, сними крест, не ходи в церковь. Тогда т.д. и т.п. Ну, ты же, в конце концов, ну, так же нельзя. Это самое. Поэтому, да, все 41 человек были ликвидированы. Поэтому сейчас надо осмыслить это к столетию. Я считаю, что формула новая должна быть. Это геноцид христиан и езидов в Османской империи. Но самое интересное, а прекратился после этого геноцид в Османской, в Турции уже, как правоприемец Османской? Нет. В 1938-1930 году геноцид народа Заза. Это, кстати, так, промежочем 5 миллионов человек сейчас в Турции живет. Это есть такая историческая область, Дерсим называется. Это Армянская Нагорь, историко-экографическое понятие, где берут начало две великой реки, Ближний Восток, Месопотамия, Тигр и Ефрат. Вот там живет сейчас народ, он называется Заза. Очень своеобразный народ, да, меня как-то часто приглашают, мне на полную среду считают, что я ученый. И всякие фонды, и зарубежные так приглашают, не ходят, там все. Мне недавно пришло приглашение, не буду. А с одной стороны, говорят, мы будем обсуждать народ Заза, приедете и так далее. Я говорю, да я танкист вообще-то, я не это. Ну, как бы ты ни был, в 1938-1935 году. Кстати, Заза помогали христианам во время геноцида. Это очень воинственный народ, живущий, это горно-лесистое место, с турки туда 500... У нас сейчас все знают только Зазу на поли. Нет, ну это, прости, господи, очень не знаю. Ну, какие познания у Соловьева, специфические. Нет, у Википедии стал набирать Зазу, но тут же выдало на поли, а не Заза народ. Да, значит, надо называть Дерсим Заза, вот так-то, да. Значит, или народ Заза. Значит, они приедели на свою территорию, ну, сейчас свыше 50 тысяч армян, а своих, естественно, и так далее не выдали. И в 1938-1939 году турецкий корпус, вооруженные авиации, танками, газ, использовали газ, Европа молчала, как отравили газом, убило несколько десятков тысяч женщин, детей, стариков. Сейчас в интернете, если зайти туда и посмотреть Дерсим, Дерсимское восстание, сейчас, значит, скажем, потомки их выкладывают страшные фотографии, отрезанные головы женщин, детей, стариков. То есть, ничего не поменялось с 1915 года и 1923 года, которые держат их, сфотографированы там и так далее, и так далее. Кстати, турки потерпели поражение, что они делают? Они приглашают в Эрзрум на переговоры великого шейха Саида Рза и его сына. Они победили. А как победили? Там ружья чуть ли не кремнёвые и ножами, и перебили целый корпус, да. Их приглашают в Эрзрум, схватили, так по одному образом, да. На глазах Саида Рза повесили его сына, а потом его тоже. Это национальные герои, сейчас они требуют их восстановления ими. Кстати, рабочая партия Курдистана, система батальон-рот, рота-батальон, только одна бригада, бригада ЗАЗа, это в Дерсиме, которая воюет против турецких силовых структур. Но они же считаются родственным курдом народ, да? Да, они считаются родственным курдом народ, да. Но они очень своеобразные народы. Если кратко, я скажу, что такое. Это в своё время в раннем Средневековье с берегов Каспийского моря переселяли туда Дейлимит, очень воинственное племя такое, ираноговорящее, да. Значит, они смешались с местным армянским населением, получился народ ЗАЗа. Когда некоторых спрашивают политиков, в частности, лидера Народно-республиканской партии, основной оппозиционной партии Турции, Кемалик Ильич Даругу, что у неё мама армянка, говорит, слушайте, а что вы хотите, у нас 75% там, только по-другому называется, да? Но они очень своеобразные религии у них, а леви, и очень своеобразные всё. Но это не конец всего. В 70-е годы, если не изменяет память, в 1974 году Резнякер ради городов Турции, где просто вырезали при поддержке жандармей или армии, а левитов дико вырезали. Сейчас публикуют вещи, когда один судья рассматривал, ему рассказывали, как убивали 90-летнюю старушку, этот турок, да, он прослезился, он не мог это слушать. В 1993 году заживо сожгли десятки писателей, юристов, вообще среди олевитов их много, значит, в Севасе, заживо сожгли в гостинице одной. А сейчас что делать, эртоган? Один новый мост строится через, вот, хотел сказать, в Константинополе, в Стамбуле, да, в Константинополе, да, значит, и его называют именем султана, значит, Селима Явуза, который в свое время прославился массовым уничтожением олевитов, а так промежуточным их 15-20 миллионов. Кстати, большинство из них требует признания геноцида. Мало того, сейчас, когда были выборы президента в Турции, в юго-восточных районах, где живут курды, за эртогана не голосовали. Там голосовали за Салахадина Демирташа, курдского кандидата в президенты, но он за АЗА. Кстати, эртоган везде говорил, он не называл его Салахадин, потому что Салахадин – это Саладин, великий курд. Он говорил, Демирташ, так что вы за него будете голосовать? Он же не курд, он за АЗА. Тут у них начать, получается, так далее. Ну и что? А люди курды проголосовали за него, это их лидер. Поэтому не так все там просто, поэтому перед тем, как критиковать что-то, посмотри сначала, что у тебя там творится для начала. А то ведь мы можем вспомнить о притесении курдах. Мы можем вспомнить, что там есть рабочая партия Курдистана, которая у нас не значит, социалистические террористические. А почему мы не должны об этом помнить? Мы очень много можем еще вспомнить. И надо сейчас вспомнить в годовщине о том, что там убивали не только армян, и не только греков, ассирийцев и так далее, но убивали русских. А что, русский молоканец? Ну что, не русский из-за того, что он молоканец, специфичная, значит, такая религиозная секта, да? Ну, кстати, я многими с ними встречался, служил на Кавказе, прекрасные люди, настоящие русские люди, такие, значит, добрые, открытые и так далее. Ну, они молоканец, они трудолюбивые, они там, я не знаю, молоканами называют, потому что они особое отношение к молоку. Я помню, когда у меня мама всегда любила, когда я там служил, когда приезжала, утром надо выйти у молокан, они приходили во двор купить молочные продукты. А они что, не русские, что ли? Или что, 200 тысяч русских, это никто и ничто, что ли? Разве можно к собственному народу? Вот пока не признают геноцид хотя бы молокан, может быть, не надо таких заявлений делать? Не говоря о том, что, извини меня за откровенность, сейчас они разожгли кровавую войну в Сирии, в Сирии войну разожгло даже не США и даже не Саудовская Аравия, а главенствующая страна Турция. И задача была простая, господин Эртоган, мы все забываем, это партия справедливого развития, это партия братьев-мусульман, это братьев-мусульмане. Они сказали, надо свернуть Башара Асада, а к власти привезти братьев-мусульман. И тогда они получили бы, в тот момент был египетский братьев-мусульмане, они получили бы Сирии, они получили бы линию противостояния... Сектор Газа, где Хамас, здесь тоже братьев-мусульмане, и Турцию. И они получили бы линию противостояния Ирану, потому что сейчас, конечно, основной геополитический конфликт, де-факто, это между Ираном и Турцией. Да, за исламским государством стоит и Турция, кто бы не знал бы это, все знают. Сейчас новости, после которых продолжим, и нам многие пишут, да спасались из-за того, что уже Болгария ненавидит, дураки, пишет Тая. Тая, учить историю, не было такой ситуации, где Болгария бы нас не предавала. В отличие от греков тех же. Доброе утро, друзья, мы продолжаем. С нами Семён Аркадьевич Багдасаров. Ну, говори, говоришь, опоздала в студию, так говори. Хотя опоздала, но пришла первая из опоздавших. Все вы тут хорошо, понимаете. Минучку, ты хозяйка, Исира. А, да? Мы же не можем без хозяйки заходить. Невежливо. Так и что там с болгарами? С болгарами? Ну, исторически получилось так, что действительно Россия им принесла, даже не государство, а спасение от османского, даже не иго, а иго, как мягко сказано, уничтожение физического. И, казалось бы, болгары должны быть очень преданные России, но они были преданы только во время Советского Союза, когда, понятно, непреданные, непросто по определению не могли быть. Но только изменялась ситуация, как вот сейчас, они сразу занимали антироссийскую позицию. Кстати, объективность, если надо сказать, что вот греков как-то так не было. То есть, те самые такие времена, когда Греция, это всё, НАТО, казалось бы, то да сё, греки всегда сохраняли особое отношение и чувство к российской государству. Как бы он назвал, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, они по-тёплому относятся, очень по-тёплому относятся. Хотя греки тоже в своё время сделали много для России, мы уже говорили, и вера, и так далее, и так далее, и так далее. Вот у греков этого нет, они очень преданы. И многие, кстати, греки говорят, что... Я немножко покрамольничаю. Значит, что их старцы говорят, что рано или поздно русские освободят Константинополь. И храм Святой Софии снова будет, как говорилось, в Российской империи. Это имеется в виду русские туристы или... А, не туристы. Постепенно захватили Турцию русские туристы. Нет, это было неплохо. Значит, будет... Пьяные полчища из Анталии выдвинулись в Константинополь. Кстати, по поводу храма Святой Софии, есть описание, когда посланники князя Владимира прибыли в Константинополь, то Василий II болгар-обоец, кстати, болгар-обоец, так, между прочим, я тебе рассказал, как он из 15 тысяч пленных болгар, из 100 ослепил 99, а одному остал один глаз и отправил их в Болгарию назад. Значит, после этого болгары надолго забыли, где Константинополь как-то ходить. Так вот, он дал указание, приказ отвезти русских посланников, русов, значит, в церковь Святой Софии. И по возвращению на родину они докладывали к князю Владимиру, что когда они вышли, то было богослужение, и они не могли понять, где они находятся, на земле или на небесах. Настолько это всё было шикарно, всё устроено. Поэтому Карамзин не всё правильно пишет, значит, это была очень хорошая такая пропагандистская акция, показать всё величие христианства, православия и так далее, и так далее. Поэтому вот так случилось, как случилось. Вообще к России отношения христиан на Ближнем Востоке очень хорошие. Сейчас мы должны им помочь. И помочь не просто гуманитарным грузом, какими-то словами и так далее. Мы должны помочь им всем, что мы можем помочь. В том числе, вот я много раз говорил здесь, возможно оказать содействие тем силам, в составе которых они сейчас воюют. Кстати, у сирийского правительства в составе так называемых сил национальной обороны, это из ополчения составит 80 тысяч человек, 20 тысяч – это христианское ополчение. Христиане служат в армии сирийской, они в этой ополчении находятся. И, кстати, они однозначно говорят, что они не будут никогда выступать за расчленение Сирии, за создание каких-то других государственных образований, что они будут поддерживать. Даже когда курды сирийские создают там, в тех районах, которые они контролируют, муниципальную власть, они действуют по схеме один курд, один араб, один от христианина, или сирийский армянин. Так вот, они туда-то входят, но вооружённые формируют не создают. Почему? Они говорят, единственная армия, это законно, это в Дамаске Башар-Асад, единственное, где мы будем воевать, в армии правительства Башар-Асада и в силах национальной самообороны. И они воюют, воюют в Алеппо и так далее, и так далее. То есть, есть понимание, что надо поддерживать тех, кто действительно для тебя создавал уникальные условия для твоей религии. Это очень миронаселение, кстати, христианское. Это ремесленники, это торговцы, это промышленники, это прекрасные специалисты в каких-то производстве, строительстве и так далее. Они никому не мешают. И, кстати, при Саддаме Хусейне, они тоже, Саддам Хусейн всегда обращался к ним с праздником, когда был там Пасха, поздравлением, они с уважением к ним относятся. Нормальный человек всегда так, государственный деятель. Но то, что они сейчас переживают ещё очередной этап геноцида, это следствие того, что в своё время Османская империя, Турция сейчас не хочет признавать геноцид. Я сказал, что геноцид 15-20-15 год не единственный геноцид. Было и до этого, и после этого, и никто не знает, что может быть завтра. Тема гигантских политических сражений, потому что Франция признала, Россия, по-моему, признала геноцид. Да, в 1991 году. А, например, Америка до сих пор только на уровне отдельных комитетов. Отдельных штатов. Да, и большая борьба идёт, каждый раз скажет или нет президент Соединённых Штатов, да, употребит ли он этот термин. Да, он говорит, катастрофа, всё, ну и в порядке. Да, он пытается уйти от термина геноцида. Но армяне всего мира борются за то, чтобы этот страшный, трагический факт... Я считаю, что армяне всего мира должны занять более принципиальную позицию вместе с ассирийцами, греками, езидами, потом Кималнака выставить единым фронтом. Единым фронтом, конечно, но здесь просто важно и не размывать понятия. Потому что армяне, к счастью, вот своим вековым побегом и сохранением исторической памяти, они всему миру стучатся и говорят. Они напоминают и фразу Гитлера, да, убивайте цыган и евреев, кто сейчас помнит о геноциде армян. Трагедия езидов как раз в том, что у них нет такого уровня влияния в мире, как, например, у армян. И езиды, к сожалению, народ, который страшно пострадал, не обладает вот этим запасом политического влияния. Ну, а Малакане, понятно, но русские вообще, к сожалению, мы до сих пор даже не боремся за сохранение исторического наследия, чтобы на уровне закона уже, не только российского, но и международного, защитить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне и роль советского народа. Что, конечно, надо делать. Вот это очень интересная тема, которую ты затронул. Смотри, да, как американцы всюду говорят о защите демократии. Ведь это то знамя, вот мы говорили до этого, знамя борьбы с нацизмом и знамя защиты христиан, который, если Россия возьмёт себе это знамя, это будет очень... Сильно. Да, и непросто будет в мире с этим бороться. Очень непросто. Тем более Россия – это самая христианская страна на сегодняшний день, где христианские традиции сильные. На Западе и в том, что Соединённые Штаты они размыты. Поэтому, я считаю, нам надо действительно во главу внешней политики составить и защиту христиан. Ну, и только что проголосовали в Америке. 3.48 законодатели против 48 одобрили резолюцию как республиканцы, так и демократы за поставку оружия в Украине. Можно я два слова про это? Конечно, можно. Я просто на что-то новость пришла. Да, и, значит, ты знаешь, вот очень много разговоров, вот мы завтра поставим оружие. Уже этот элемент, он такой мифологический, демонический. В Йемене полмиллиарда лежит. Да, поставим оружие, и всё там пойдёт по-другому. Ну, слушайте, полная глупость и так далее. Ты правильно сказал, в Ираке сколько поставили, в Йемене сколько поставили, где это оружие, непонятно, да? А сейчас, вы смотрите, только что говорят о противотанках Дживилин, да, ну, уже все уши прожужжали, да? Что вот поставил известный деятель по фамилии Сакашкин, вот тогда всех разгромим. Слушай, ну это смешно просто, да? Ну, слушайте, тут же Дживилин стреляет на расстоянии 2,5 километра. Ну, а если не поставят Дживилин, мы поставим корнеты. А корнет, язык не павелевский старого образца, стреляет на расстоянии более 5 тысяч метров. Слушай, да если американцы поставят оружие, первый, кто использует оружие, это будет Коломойский против Порошенко. Ну, это будет неплохо. Они друг друга пойдут этим же оружием сейчас обдолбить. Сначала они попытаются его продать всем, кому могут, потом они попытаются его друг с другом. В конечном итоге они же будут продавать ДНР и ЛНР и говорят, что что-то мало оружия пришло. Ну, это было бы неплохо. Что-то оружия маловато. Ну, это же анекдот был, да? Им только поставили снайпер с квинтовки и прочее, они тут же это Сирия загнали. Владимир Аркадьевич об этом рассказывал. И они это раз продут в Сирию, а сирийцы продадут нам парочку, скажем, изучите дживили. Да, да, да. Лайф-ньюс там раскопал всю эту информацию, красавцы. И это опровержение так и не последовало никогда. Нет, нет, а зачем? Ну, когда продают это, очевидно, а сирийцам что? Если можно подешевизненьку купить из этих винтовок, потом убивать тех, которые готовят американцы, это же хорошо. Из американской винтовки убить бойца с сирийской свободной армии, подготовленные на деньги опять американцы. Поэтому, ну, я считаю, что этот вопрос такой... Американцы сто процентов поставят, и надо понимать, почему они это делают. Они это не скрывают. Их задача, ещё раз, не внести демократию. Неслучайно Джордж Фримен назвал попытку носить демократию слабоумием. А вот теорию разбалансирующего удара, когда заставить одних воевать с другими за интересы США, мудрой, хотя и циничной политикой. И американцы её следуют. Поэтому не надо думать ни о каких там моральных принципах во внешней политике. Во внутренней политике, да. Во внешней политике даже близко нет. Да, и поэтому нам надо думать действительно, как нам выстроить свою внешнюю политику с учётом этих Фридмановских идей. Потому что они, кстати, воплощаются в жизни. Ты посмотри, что происходит сейчас на территории Ирака, на территории Йемена. Они, по сути, стравливают две основные... Фридман просто честный парень. Да, он просто рассказал то, что происходит. И особо не вмешиваются. А на Йемене они эвакуировали всё не только посольство, но сто своих спецназовцев. Беспилотники сразу прекратили летать. Они просто наблюдают, как друг друга убивают шииты и сунниты, и что из этого получится. При этом тот же Фридман очень честно сказал, а для нас не является проблемой исламской государства. Нам вообще пополам. Мы будем минимальные усилия предпринимать. Почему? Ну, потому что им выгоден тлеющий конфликт. Отсюда, кстати, очень интересная появилась статья, мне прислала Лавик Дор на неё ссылку, израильского генерала, который сказал, слушайте, ребята, в Израиле нам пора очнуться. Мы сейчас Америке неинтересны, потому что они теперь сами производят достаточную нефть. У них никакого интереса в поставке нефти на Средний Восток нет. Этот регион им неинтересен, они нас предали. Они сливают, это очень важно. Поэтому единственное, что мы должны делать, это понимать наши интересы, и мы должны идти на улучшение и на теснейшую кооперацию с Россией. Потому что вот мы сейчас видим, чем происходит. Здравствуйте, генерал, написал. Ну, что там говорить? Сейчас швейцкие формирования выходят на границу не просто Саудовской Аравии, как и было, а на границу с Восточной Аравией, где 98% с Саудовской нефти. То есть они плюнули и сливают из Саудовской Аравии тоже. Конечно. Ребята, ну и... А зачем нужен конкурент по данной нефти? Зачем им это... Получится, что если завтра, послезавтра эти формирования хуситов войдут на территорию Восточной провинции, что с чего может происходить? Крупнейшие производители нефти... Американцы пополам. Они сейчас разрешат экспорт нефти своей. И они просто будут забирать освобождающиеся рынки нефти. Поэтому они тихо-тихо ушли из Йемена. Кого-то их нет. Ни беспилотники не летают, ни киха коробки не проводят. Ничего. А в Ираке, если все еще раз расскажут, вообще уникальная ситуация. Они только комментируют, что там происходит. Конечно. Поэтому хватит быть наивными. Семен Аркадьевич рассказал нам о делах политических, о делах духовных и семейных. Отец Дмитрий.